Эти семь членов сегодняшней команды победители разных игровых программ Первого канала. Но сегодня каждый из них впервые примет участие в нашей игре. И только один из них вновь сможет стать победителем и забрать денежный приз размером до 350 тысяч рублей. Остальные покинут студию ни с чем. По мере того, как раунд за раундом, команда назовет их слабым звеном. В эфире игра «Слабое звено». Эти семь человек в нашей студии уже становились победителями телевизионных игр Первого канала. Сейчас они попытаются доказать, что и они могут быть умными. Я лично в этом сомневаюсь. Тем не менее, если они будут играть слаженно, они могут выиграть до 350 тысяч рублей. Шесть игроков уйдут из этой студии ни с чем. Ведь раунд за раундом мы будем терять тех, кого они назовут слабым звеном. Вот эта команда. Александр, 47 лет, город Москва. Принимал участие в игре «Русская рулетка». Выигрыш 17 тысяч. Меня зовут Антонина, мне 55 лет. Живу в Москве. Играл в программе «Поле чудес». Выиграл видеомагнитофон и музыкальный центр. Евгений, 44. Музыкант. Участвовал в программе «Слабое звено». Выиграл 165 тысяч. Сергей, 27 лет. Участвовал в программе «Кто хочет стать миллионером» и выиграл тогда 32 тысячи рублей. Вероника, 31 год, Москва. Победительница «Последнего героя 2». Выиграл 3 миллиона рублей. Дмитрий, 33 года, Москва. Победитель игры «Дог-шоу «Я и моя собака». Выиграл ценные призы и полугодовой запас корма для хвостатого. Елена, 24 года, город Москва. Победила в программе «Угадай мелодию». Выиграла 26 тысяч рублей. Теперь правила нашей игры. В каждом раунде вашим выигрышем становятся только те деньги, которые вы успели отправить в банк. Эта сумма переходит с вами в следующий раунд. Сумма заработанных в каждом раунде денег и составит конечный выигрыш. На первый раунд у вас 2,5 минуты. И мы начнем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это вы, Александр. Итак, играем в «Слабое звено». Первый вопрос стоит тысячу рублей. Время пошло. Александр, какой напиток дегустирует профессионал-титестер? Чай. Антонина. Как ювелиры называют бездефектный алмаз, прошедший огранку? Верно. Евгений. Как называется клеймо, выжигаемое на теле домашнего животного? Тавру. Верно. Сергей. Как называют неженатого мужчину, никогда не состоявшего в браке? Кластяк. Верно. Вероника. Как называют и поверхностный слой головного мозга, и наружный покров древесного ствола? Коякара. Верно. Дмитрий. Банк. Что хранят в маленьком мешочке со шнурком под названием кесет? Пас. Табак. Елена. Бригет, это карманные или башенные часы? Карманные. Верно. Александр. Назовите основную единицу массы, равную тысяче граммам. Килограмм. Верно. Антонина. Какой пищевой продукт называют, когда говорят, что выстрел не попал в мишень? Пас. Молоко. Евгений. Какую руку на Руси называли шуйца, левую или правую? Левую. Верно. Сергей. Как дачники называют единицу площади в один арт? Сотка. Верно. Вероника. Как называется и группа тесно растущих грибов, и место, где птицы выращивают птенцов? Гнездо. Верно. Дмитрий. Банк. Какой металл дал название медали, обычно вручаемой за второе место в соревнованиях? Серебро. Верно. Елена. Сколько из семи чудес света сохранилось до наших дней? Шесть. Неверно. Одно. Александр. Как в средневековых легендах называлась священная чаша, которую искали рыцари? Чаши грибов. Верно. Антонина. Банк. Какая фамилия французского кардинала совпадает с названием одного из видов вышивки? Решение. Верно. Евгений. Какие орехи дали название бледно-зеленому цвету? Миндаль. Неверно. Фисташки. Сергей. В каком городе Италии находится знаменитый фонтан Треги? Венеция. Неверно. В Риме. Вероника. Особой формой какой части речи является причастие? Существитель. Неверно. Глаголы. Дмитрий. Каким словом обозначает определенную совокупность ароматических и вкусовых свойств вина? Аромат. Неверно. Букет. Елена. Назовите дату, когда в России отмечается день авиации и космонавтики. Пас. 12 апреля. Александр. Что экспортируют в страны участники ОПЕК? Нефть. Верно. Антонина. Как называется колесница Аполлона на портике Большого театра? Пас. Квадрига. Евгений. Какую отоменевшую смолу добывают на побережье Балтийского моря? Янтарь. Верно. Сергей. Название какого животного моряки используют для обозначения приспособления в виде небольшого якоря? Краб. Неверно. Кошка. Вероника. Банк. Так называется старинная форма глубокого женского поклона. Время вышло. Я не успеваю закончить. Вопрос. Вы положили в банк сумму 16 тысяч рублей. Хотя могли заработать 50 тысяч. Кто растерял свой интеллект в других программах? У кого неожиданно погас светильный? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. По статистике сильное звено Александр. Верно ответил на три вопроса. Слабое звено Елена. У нее лишь один правильный ответ. Но посмотрим, для кого первое голосование станет и последним. Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Антонина. Сергей. Сергей. Евгений. Антонина. Антонина. Сергей. Сергей. Первый раунд и сразу ничья. Сергей и Антонина получили по три голоса. Евгений, вы уже профессионал слабого звена. Можно назвать и так. Какую тактику вы выбрали на этот раз? Тактика? Играть честно. Чем Сергей вам не понравился? Мне кажется, Сергей немножко тормозит. Он не срежиссировал свое выступление здесь, так скажем. Вероника, напомните, сколько вы выиграли в «Последнем герое»? Три миллиона без вычета налогов. Куда потратили деньги? Я купила салон и купила землю в Москве, можно сказать. И налоги уплатили? Да. И на все хватило? На строительство дома не хватило. Пришли к нам подзаработать? Ну, может быть. А вы сами пользуетесь услугами своего салона? Да, конечно. То есть вы – это фирменный стиль вашего салона? Ну, во всяком случае, я – это мой вкус. Вот, а мой вкус – это стиль моего салона. Ну, а что же с вашим вкусом вы можете сказать об Антонине? Об Антонине? Встроенная женщина. Хорошо? Сохранила свою фигуру, блеск в глазах, чуть-чуть современной стрижечки и все. И тем не менее вы ее выгоняете. По голосу Антонина менее, как бы, больше сомнений в голосе было. И когда я начала вспоминать, кого бы я считала более слабым человеком, то вот мне вспомнилось это качество, что неуверенность в голосе. Поэтому я выбрала, на самом деле. Александр, по статистике вы были самым сильным звеном этого раунда. И по правилам нашей игры вы должны сделать выбор, кто покинет команду – Антонина или Сергей. Выбирайте. Мой выбор написан на табличке, я его сделал. Это Антонина. Тогда объясните. У меня были затруднения с выбором, поэтому я решил назвать человека, имя которого начинается, следует первым по алфавиту. Поэтому это Антонина. Странный выбор. Антонина, вы не хотите передать привет? Привет? Да нет, скорее, пожелание. У вас будет такая возможность в комнате для интервью. Вы самое слабое звено. Прощайте. Я на поле чудес играла, волновалась меньше, чем сейчас, потому что на поле чудес наверняка у девушек там с подарком или с призом, как я ушла, даже не с одним. А здесь, в общем-то, я ушла ни с чем, поэтому волнение было, конечно, другого рода. Ну, потом вот девушка Вероника, она мне сказала, что у меня такая современная стрижка, но у нее прическа более модная, более современная, а мне более классическая. Что касается Александра, который сказал, что я, знаешь, по первой буквы по алфавиту, моим начинаем с первой буквы по алфавиту, но у нее тоже на буква А, соответственно, возможно, что он, ну, идет сыграть с не вторым, то третьим точно. Раунд второй. И у вас в банке сумма в 16 тысяч рублей, хотя могло быть 50 тысяч. Осталось 6 игроков. Этот раунд будет короче предыдущего на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда, это Александр. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Александр, как называется и часть домной, и духовой музыкальный инструмент? Паша. Горн. Евгений. Атлант, это женская или мужская статуя? Мужская. Верно. Сергей. Какое обращение к девушке принято в англоязычных странах? Леди. Неверно, мисс. Вероника. Десертное или сухое вино содержит больше сахара? Десертное. Верно. Дмитрий. Банк. С каким соответеем хвойных растений сравнивают важного и влиятельного человека? Пас. С шишкой. Елена. Какой цветок на протяжении многих веков символизировал королевскую власть во Франции? Лотос. Неверно, лилия. Александр. Местное время зависит от широты или от долготы? От долготы. Верно, Евгений. Какое название шуточного представления актеров произошло от названия овощей семейства крестоцветов? Капустник. Верно. Сергей. Каким словом сейчас называют совещание, а в древнем мире так называли пиршество? Пас. Симпозиум. Вероника. Назовите имя актера театра сатиры Мишулина. Спартак. Верно. Дмитрий. Название какой реки, протекающей в Турции и Ираке, в русском языке совпадает с названием хищного животного? Пас. Тигр. Елена. Как в почтовом адресе называется набор из шести цифр? Индекс. Верно. Александр. В каком веке начали вручать Нобелевские премии? В двадцатом. Верно. Евгений. Каким словом французского происхождения называют личные вещи и груз пассажира? Багаж. Верно. Сергей. Банк. Банк. Апитерапия. Это лечение пчелином или змеиным ядом? Змеиным. Неверно. Пчелином. Вероника. Какое парнокопытное животное называется так же, как марка отечественного самолета? Пас. Як. Дмитрий. Разновидность какого блюда называют глазуньей? Яичниц. Верно. Елена. Как называются метательные снаряды, которые используют в спортивной игре «Даркс»? Ядро. Неверно. Дротики. Александр. Переведите на русский язык название белорусской плясовой «Бульба». Пас. Картошка. Евгений. Из скольких фаланг состоит большой палец руки человека? Двух. Верно. Сергей. Как называется и вращающаяся деталь машины, и длинная земляная насыпь? Ротор. Неверно. Вал. Вероника. Ван. Каким словом, обозначающим мешок, набитый соломой, называют вялого безвольного человека? Время вышло. Правильный ответ. Типя. И вы упустили возможность заработать еще 50 тысяч рублей. На этот раз вам удалось положить в банк только 8 тысяч. Кто хотел стать миллионером? Кого русская рулетка выбила первым же выстрелом из револьвера «Фортуны»? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. В этом раунде сильное звено Евгений. Все четыре его ответа были верны. Слабое звено Сергей. Он единственный, кто не справился ни с одним вопросом. Но кому же не дадут продолжить игру? Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Сергей. Сергей. Лена. Сергей. 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 Дмитрий, напомните, что вы выиграли в док-шоу? Мы выиграли многофункциональный прибор под названием телевизор, компас, грелка и прочее, прочее, прочее. У меня много функций было. И полугодовой запас корма для моей собаки. Вы сами пробовали этот корм? Корм? Вначале да. И как на вкус? Ничего. А на что похож собачий корм на вкус? На маленькие жареные шарики к пиву. Смотрите, можно втянуться. Тем более с пивом. Ну, теперь расскажите все вам про Сергея. Мне показалось, что Сергей немножко расслабился. Вот, поэтому играл несосредоточенно. Поэтому команда вот высказалась единодушно. Елена, кем вы работаете? Я работаю директором фирмы по организации праздников. То есть вы массовик-затейник? Да. А сюда пришли тоже публику повеселить? Нет. Своими неожиданными неправильными ответами? Нет. Я не думаю, что мои ответы были более неожиданными и более неправильными, чем ответы Сергея. Спутать Лилию с Лотосом – это извините. Наверное, это, скорее всего, волнение. Принимается. А почему Сергею не прощаете волнение? Потому что, на мой взгляд, я, может быть, я ошибаюсь, но в этом раунде Сергей не ответил ни на один вопрос. Сергей, вы не стали миллионером. И вы самое слабое звено. Прощайте. Прощайте. Игры, конечно, отличаются. Они отличаются тем, что кто хочет стать миллионером в основном на какое-то соображение, на то, что можно догадаться об ответе, в то время как здесь и на эрудицию, и к тому же на мгновенность. Раунд третий. И у вас в банке 24 тысячи рублей. Хотя могло быть 100 тысяч. Осталось только пять игроков. И раунд будет короче еще на 10 секунд. Мы начинаем с самого сильного звена прошлого раунда – это Евгений. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Евгений, какое устройство для отчета текущего времени было солнечным, песочным и водяным? Часы. Верно. Вероника, как называется в русской избе угол, где висят иконы? Красный. Верно. Дмитрий? Банк. Какая военная команда разрешает стоять в строю свободно? Вольно. Верно. Елена. Символом какого праздника в США стала выдолбленная тыква с зажженной свечой внутри? Хэллоуин. Верно. Банк. Александр, золотая звезда, герой России – это орден или медаль? Медаль. Верно. Евгений, какую часть лица раньше называли челом? Лоб. Верно. Вероника, сколько минут в одной трети часа? Тридцать. Неверно. Двадцать. Дмитрий. Как звучал отзыв советских пионеров на призыв «Будь готов»? Всегда готов. Верно. Елена. Как называется и метеорологическое явление, и срочная телеграмма? Пас. Молния. Александр, сколько букв «Н» пишется в слове «теннис»? Две. Верно. Евгений, разновидность какого бытового прибора называется безмерно? Весы. Верно. Вероника. Как называется твердое агрегатное состояние воды? Лед. Верно. Дмитрий. Банк. Интенсивность каких явлений природы оценивают по шкале Рихтера? Землетрясение. Верно. Елена. Какой цвет на российском флаге расположен посередине? Белый. Неверно. Синий. Александр. Каким термином называют и преувеличение речи, и кривую линию в математике? Гипербола. Верно. Евгений. Как называется и широкая прямая улица, и справочные здания рекламного характера? Проспект. Верно. Вероника. Согласно морскому закону, кто из команды корабля должен покидать судно последним? Капитан. Верно. Дмитрий. Назовите столицу Украины. Киев. Верно. Елена. Сколько лет исполнилось Петербургу 16 мая 1903 года? 350. Неверно. 200. Александр. Разногласие или согласие означает слово «консенсус»? Согласие. Верно. Евгений. Назовите фамилию маршала, давшую название военному головному убору красноармейцам. Будённый. Верно. Ван. Вероника. Какое слово, обозначающее детскую игрушку, является синонимом слова «волчок»? Юла. Верно. Дмитрий. Прилетев из Москвы в Париж, нужно перевести стрелки часов на два часа вперед или назад? Назад. Верно. Елена. Термин «вербальное общение» означает речь или жест. Жест. Неверно. Речь. Александр. Как называют юриста, выступающего в суде в защиту интересов обвиняемого? Адвокат. Время вышло, ваш ответ правильный. Вам удалось положить в банк 15 тысяч рублей. Кто так и не смог угадать свою мелодию? Чья песня закончилась раньше, чем началась? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Сильное звено Дмитрий. Правильно ответил на все вопросы и положил в банк 7 тысяч рублей. Слабое звено Елена. Дала только один верный ответ и отправила в банк 2 тысячи рублей. Но чья же игра не устраивает команду? Зелосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Елена. Елена. Лена. Хотя мне очень жаль. Евгений. Вероника. Евгений, как вы думаете, Елена портит ее необразованность или она ей к лицу? Но то, что она не ответила на какое-то количество вопросов, это не значит, что она необразованная. Но вопросы-то были элементарные. Послушайте, она не знает цветов российского флага. Она знает цвета российского флага, но только она не знает, что есть телеграмма-молния. Она не знает, что наше с вами общение, извините, вербальное. Она играла очень хорошо в предыдущие два раунда, но сейчас немножко скисла, может быть. Да в предыдущих она играла так же. Вероника, что у вас с арифметикой? Я на самом деле глупо сказала, но просто растеряла. Не успела посчитать. Может быть, в следующий раз. В прошлом раунде Елена тоже нам говорила, что она растерялась. Ну, значит, следующий мой уход. Вас это радует? На самом деле я бы, скорее всего, тоже забыла, как телеграмма называется, честно говоря. Вполне могла не ответить на те же самые вопросы, на которые Елена не ответила. Вы понимаете, что вы просто подписали себе приговор? Да, я понимаю. Елена, победитель «Угадай мелодии» за всю игру только три правильно взятых ноты. Вы самое слабое звено. Прощайте. Куда я попала? Конечно, здесь, в отличие от «Угадай мелодии» не до песен. Очень сложен такой пресс, давление со всех сторон. Единственная приятная вещь, что проводили как следует. Приятными словами и не пинками. Раунд четвертый. И к этому моменту вам удалось заработать 39 тысяч рублей. Из возможного призов 150 тысяч. Осталось 4 игрока, и мы отбираем у вас еще 10 секунд. Теперь в вашем распоряжении всего 2 минуты. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Дмитрий. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Дмитрий, какое слово обозначает и южный фрукт, и минерал темно-красного цвета? Гранат. Верно. Александр, как у народов Кавказа называется высокая мужская шапка из овчины? Папаха. Верно. Евгений, как называется сферическая крыша в цирке? Купол. Верно. Вероника. Ванк. Как заканчивается название фильма Милоша Формана «Народ против»? Пас. Ларри Флинта. Дмитрий, какое название из-за формы получил кабинет президента из США в Белом доме? Овальный. Верно. Александр, какое животное шутливо называют Топтыгином? Медведя. Верно. Евгений, сколько календарных месяцев входит в один квартал? Три. Верно. Вероника. Ванк. Какой тип судов иначе называют субмариной? Пас. Подводную лодку. Дмитрий, как сейчас называется площадь Москвы, которую в 16 веке назвали пожаром? Сеналь. Неверно. Красная площадь. Александр. Бокара. Это сорт фарфора или хрусталя? Хрусталя. Верно. Евгений. В Куликовской битве победила монголо-татарское войско или русское? Монголо-татарское. Неверно. Русское. Вероника. Банк. Шляпа с широкими или узкими полями называется боливар? Широким. Верно. Дмитрий. Сколько букв Е пишется в слове меридиан? Одна. Верно. Александр. Банк. Как называют и породу собак, и представители одного из видов спорта? Пас. Боксер. Евгений. В каком месяце 31 день, в августе или сентябре? Август. Верно. Вероника. Название вина Мадер происходит от названия города или острова? Острова. Верно. Дмитрий. Банк. Сколько всего цветов используется на государственном флаге Японии? Два. Верно. Александр. Как называется единая денежная единица государств, входящих в Европейский союз? Евро. Верно. Евгений. Как звали вредную старуху в мультфильме о крокодиле гене? Шапоклян. Верно. Вероника. Банк. Каким тюркским словом называют длинную веревку с подвижной петроей на конце для ловли животных? Лас. Неверно, Аркан. Дмитрий. Экосес, это танец. Время вышло, я не успеваю закончить вопрос. Вы выиграли в этом раунде 19 тысяч рублей. Кто спокойно почил на лаврах и проспал новый вызов судьбы? Кто так и не нашел свой золотой ключик? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. Второй раз за игру сильное звено Александр. Слабое звено Вероника не справилась с тремя вопросами и отправила в банк 15 тысяч рублей. Но спасет ли ее это при голосовании? Голосование окончено. Пришло время узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Вероника. Вероника. Жаль. Причем. Александр. Евгений. Александр. Вы не простили Веронике незнание американского кинематографа. Но с легкостью позволили Евгению переписать русскую историю. В чем дело? К сожалению, у Вероники была не единственная ошибка. Мне показалось, что она выступала чуть хуже, чем остальные участники игры. Поэтому, по справедливости, она была, наверное, слабейшей в этом раунде. Евгений, откуда вы к нам приехали? Родом я одессит, а живу в Москве. Почему вас не устраивает, что в Куликовской битве победили москали? Я еще и Карфаген разрушил. Ну, просто я подумал, что это слишком легкий вопрос для такой серьезной игры. И ответил от противного. Евгений, у вас все вопросы легкие? Не все. Мы не пользуемся учебниками старше седьмого класса. Ну, значит, я в шестом. Подтягивайтесь, подтягивайтесь. Я постараюсь. У меня еще на лето переэкзаменовка. Ну, а Вероника, судя по всему, вообще в начальной школе? Нет, нет. В пятом будем так считать. Сами понимаете. Честный и откровенный. Вероника, вот так бывает. Минутная растерянность. И из последнего героя вы превратились в самое слабое звено. Прощайте. И в последнем герое, и в слабом звене пришлось выбирать людей, которые оказались слабее, которых вытеркивал из игры. Так вот, в слабом звене это все было бы более быстро и более честно. Несмотря на то, что здесь я оказалась слабым звеном, думаю, что если бы я с этими же игроками попала на остров, там я все-таки оказалась бы сильнее. Раунд пятый. Общая сумма вашего выигрыша составляет 58 тысяч рублей. Если бы вы достигли своей цели, то эта сумма составляла бы 200 тысяч рублей. Осталось три игрока. Раунд будет короче еще на 10 секунд. И мы начнем с самого сильного звена прошлого раунда. Это Александр. Итак, играем слабое звено. Время пошло. Александр, как называется детский юмористический журнал, который создал Борис Грачевский? Мурзилка. Неверный Иралаш. Евгений. О какой исчезнувшей цивилизации первым поведал миру Платон? Атлантида. Верно. Дмитрий. Как называется свадебный женский головной убор из кисии или кружев? Фата. Верно. Александр. В каком литературном жанре прославились Изоп, Ла Фонтен и Крулов? Башня. Верно. Евгений. Как называется фильм о приключениях чикагского гангстера в Одессе времен НЭПа? Дежавю. Верно. Банк. Большая или меньшая часть айсберга находится под водой? Больше. Верно. Александр. Как иначе называется опера Пучини «Мадам Баттерфляй»? Чо-чо сам. Верно. Евгений. Как называется железная толстая изогнутая пластинка для защиты копыта животного? Подкова. Верно. Дмитрий. От названия какого вечно зеленого растения произошло слово «лауреат»? Пас. Лавр. Александр. Сколько небитых, как уверяет пословица, дают за одного битого? Семь. Неверно. Двух. Евгений. Как математики называют результат умножения? Пас. Произведение. Дмитрий. Какая словесная характеристика соответствует оценке «пять» в пятибалльной системе успеваемости? Отлично. Верно. Александр. Какой город раньше назывался Сталинград? Волгоград. Верно. Евгений. Закончите название фильма Никиты Михалкова «Свой среди чужих»? Чужой среди своих. Верно. Дмитрий. Банк. Деликон. Деликон. Это название древнего города или духового инструмента? Духового инструмента. Верно. Александр. Кого из премьер-министров Великобритании называли «железной леди»? Маргарет Тетчер. Верно. Евгений. Пьеса Алексея Арбузова называется «Машинка» или «Таня»? Таня. Верно. Дмитрий. Банк. Где велась семилетняя война в Европе или Африке? Африке. Неверно в Европе. Александр. Биби-гон в сказке Чуковского был лилипутом или великаном? Время вышло. Правильный ответ – лилипутом. На этот раз вам удалось положить в банк 20 тысяч рублей. Кто дольше всех цеплялся за жалкие остатки знаний? Кому так и не стать последним героем? Один из вас должен уйти ни с чем. Пришло время определить самое слабое звено. В этом раунде сильное звено Евгений. А Александр – уже слабое звено. Но кому не играть в финале? Голосование окончено. Пора узнать, кто, на ваш взгляд, самое слабое звено. Евгений. Дмитрий. Евгений. Дмитрий. Вы всю игру держались в тени. Благодаря этому вам удалось пробиться в финал. Я угадала вашу тактику? Вы знаете, скажу вам по-честному, у меня не было никакой тактики. Все шло, как шло. Значит, умение держаться в тени – это основная черта вашего характера? Ну, это крайне. Это крайность. Я думаю, что, скорее всего, не лезть на рожон. Значит, мы понимаем, о чем говорим. Почему, Евгений? Ну, я-то знаю. Просто телезрители должны узнать. Да, в общем-то, я думаю, что, скорее всего, исключительно статистика. Мне показалось, что в последнем раунде Евгений меньше отвечал. Меньше, чем кто? Меньше, чем остальные. Вам показалось. Или вы лукавите? Александр, чему вы так загадочно улыбаетесь, как иностранный шпион в русских фильмах 70-х годов? Я пытался угадать, какой будет ваш вопрос, адресован и мне. Угадали? Нет. У меня такое ощущение, что вы знаете что-то такое, о чем вас просто необходимо спросить. Спросите, и мы узнаем, так ли это. Почему Евгений? На самом деле, мне показалось, что и Евгений, и Дмитрий в прошедшем раунде сыграли совершенно одинаково. Но тут я вспомнил, может быть, не кстати, о том, что Евгений не знает победителя Куликовской битвы. Это сыграло свою роль. Александр, одинаково сыграли вы и Дмитрий, а Евгений был самым сильным игроком не только в этом раунде, но и на протяжении всей игры. Евгений, вы почти не ошибались. Это и была ваша главная ошибка. Вы самое слабое звено. Прощайте. Я в прошлый раз выиграл. В этот раз не получилось, потому что я считаю, что игра была немножко менее честной. Дмитрий топил меня с самого начала практически. Александр выбрал себе слабейшее звено. Хотелось бы еще поиграть, если получится. Но, конечно, побеждать приятно. Раунд шестой. Вы выиграли 78 тысяч рублей из возможных 250 тысяч. Александр, Дмитрий. Вас осталось только двое. На этот раз в вашем распоряжении будет всего 90 секунд. Но любая сумма, которую вы заработаете в этом раунде, будет удвоена и добавлена к той сумме, которая у вас уже есть в банке. Это и составит финальный приз. В этом раунде на кону 100 тысяч рублей. Поскольку вы избавились от самого сильного звена прошлого раунда, мы начнем с игрока, чье имя первое по алфавиту. Это вы, Александр. Итак, играем в слабое звено. Время пошло. Александр, в каком роде войск служили гардемаринам? Во флоте. Верно. Дмитрий. А Юстраден – это французский скульптор или композитор? Скульптор. Верно. Александр, что длиннее, сторона квадрата или его диагональ? Диагональ. Верно. Дмитрий. Банк. Назовите последнего российского императора. Александр I. Неверно. Николай II. Александр. Улукбек был художником или астрономом? Художником. Неверно. Астрономом. Дмитрий. Сколько процентов от числа составляют его три четверти? 75. Верно. Александр, назовите имя режиссера Рязанова. Эльдар. Верно. Дмитрий. Картина Серова называется «Девочка с персиками» или «Девочка с яблоками»? «Девочка с персиками». Верно. Александр. Как назывались введенные Петром Первым собрания балы с участием женщин в домах русской знати? Не знаю. Ассамблея. Дмитрий. Как начинается пословица, заканчивающаяся словами «голому рубашка»? Ближе к телу. Неверно. С миру по нитке. Александр. Назовите любимый народный музыкальный инструмент полиграфа Шарикова. Балалайка. Верно. Дмитрий. В какую страну нужно приехать, чтобы увидеть пирамиды фараонов? Египет. Верно. Александр. Название какого оружия для метания стрел совпадает с названием огородного растения? Лук. Верно. Дмитрий. Банк. Литература. Какой барон поднялся на луну на бобовом стебле? Мюнггаузен. Верно. Банк. Александр, на плане какой международной организации изображен на голубом фоне среди оливковых растений? О. Время вышло. Ваш ответ правильный. Вы двое в этом раунде заработали только 16 тысяч рублей. Ну что ж, мы удвоим эту сумму и добавим к тому, что было заработано в предыдущих раундах. Это значит, что общий приз сегодня составляет 110 тысяч рублей. Но только один из вас сможет забрать эти деньги с собой. Сейчас вам придется играть друг против друга, лицом к лицу. Вы по очереди ответите на 5 пар вопросов. Выиграет тот, кто даст больше правильных ответов. Правило очень простое. Если после 5 пар вопросов у нас ничья, мы продолжаем игру до первого проигрыша. Пока не определится победитель. Итак, Александр, Дмитрий. На кон поставлено 110 тысяч рублей. Играем в слабое звено. Александр, как сильное звено по итогам прошлого раунда, вы выбираете, кто будет первым отвечать на вопрос. Давайте я буду. Александр, как в произведении Александра Дюма звучит аналог древнерусской формулы круговой поруки. Стати всем за один, Люба живот, Люба смерть за правду. Один за всех и все за одного. Это правильный ответ. Дмитрий, какое произведение Маршака начинается эпиграфом? Приехав в страну, старайтесь соблюдать ее законы и обычаи во избежание недоразумений. Нет ответа. Правильный ответ, мистер Твистер. Александр, какая игрушка считается, что вы не знаете, что вы не знаете. Считающаяся исконно русской, была создана всего лишь в конце 19 века на основе японской статуэтки монаха Фукурумы. Ванька, встанька. Это неправильный ответ. Правильный ответ, матрешка. Дмитрий, какой предмет, изобретение которого обычно приписывается венецианским мастерам, использовали судьи в древнем Китае для того, чтобы никто не мог догадаться о выражении их лиц? Маски. Это неправильный ответ. Правильный ответ – темные очки. Александр, название какой подводной лодки знаменитого литературного героя в переводе с греческого означает «кораблик»? Научилось? Это правильный ответ. Дмитрий, назовите героя трагедии Шекспира, Ромео и Джульетта, который был влюблен в Розалину и отправился на бал Капулете в надежде ее увидеть. Нет ответа. Правильный ответ – Ромео. Александр, если вы сейчас ответите правильно, вы выиграете. Как назывался алмаз, который был подарен Николаю Первому, иранским правителем, как извинение за убийство Грибоедова? Шах. Это правильный ответ. Александр, сегодня вы – самое сильное звено, и вы уходите домой с суммой в 110 тысяч рублей. Дмитрий, вы уходите ни с чем. Вы смотрели программу «Слабое звено». Это была всего лишь игра. Присоединяйтесь. По ощущениям, играть в эту игру мне понравилось, но чуть не меньше, чем в передаче до Кашева. Игра была для меня сложна прежде всего потому, что в ней участвовали лауреаты различных проектов Первого канала телевидения. Наверное, им меньше повезло. Я, конечно, безумно рад, что я одержал победу в этой игре, но на самом деле она далась мне очень непросто, и сил на эмоции у меня уже, извините, не осталось. Присоединяйтесь. 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 Продолжение следует...